Всем привет! Сегодня мне бы хотелось затронуть такую, на первый взгляд, довольно банальную тему, а именно, чем отличается база под макияж глаз от праймера. Казалось бы, вроде ничего сложного в этом нет, но я получаю столько комментариев, что я понимаю, что не все до конца понимают разницу между этими двумя продуктами. И когда я говорю, что я использую под макияж, к примеру, MAC в оттенке Soft Ochre, мне приходят комментарии в стиле, что вообще-то это не база, она не продлевает стойкость макияжа, и не надо это так называть. У меня на такого рода комментарии реакция просто ступор полнейший, поэтому я понимаю, что не все еще разобрались в этом вопросе, поэтому давайте сейчас в течение нескольких минут я вам все детально расскажу. Итак, праймер это такой косметический продукт, который, собственно, и задуман для того, чтобы продлевать стойкость макияжа. Это его основная функция, по сути, больше ничего он не делает. Есть некоторые праймеры, которые по своей консистенции еще достаточно липковатые, поэтому на них тени наносятся более плотно и таким образом показывают себя лучше, то есть передают лучше пигмент. Все праймеры по своей консистенции прозрачны, и поэтому, когда мы наносим праймер, зачастую подразумевается, что без этого средства тени могут быстро скататься, могут быстро стать более блеклыми на глазах, к вечеру тускнеют. В общем-то, если у вас есть какие-то из этих проблем, вы замечаете какие-то из этих проблем с вашими тенями, обязательно обратите внимание на именно праймер. Я люблю пользоваться LORAC Behind the Sins. Это праймер, который шел в комплекте с палеткой LORAC. Он меня полностью устраивает. Если же у вас очень жирные веки и очень сильно скатываются тени, вот буквально моментально скатываются тени, и вы уже пробовали и Urban Decay, и Too Faced, и LORAC, и что вы только не пробовали, по рекомендациям ничего вас не спасает, обязательно обратите свое внимание на праймер от NARS, который называется Smudge Proof Primer. Праймер это один из вообще немногих и, может быть, единственный из тех, которые я 100% знаю, что держат тени на очень-очень жирных веках. Поэтому, если у вас есть такая проблема, обязательно обратите внимание именно на этот праймер. Что касается базы, то они в первую очередь несут какие-то цветокорректирующие способности. То есть базы всегда цветные. И как база могут работать, в принципе, достаточно много разных продуктов, начиная от обычных карандашей для глаз и заканчивая вот чем-то вот таким вот, как MAC Pro Longwear Paint Pot. У меня конкретно оттенок Soft Ochre, сейчас вы видите. И эта база, чем классно работает, так это тем, что она работает как тоналка на вашем веке. Если у вас есть какая-то сосудистая сеточка, если у вас, возможно, какая-то пигментация есть на веке, конкретно вот этот телесный оттенок базы отлично выравнивает цвет века. Века становится таким желтовато-бежевым. И когда вы наносите тени, то тени, естественно, выглядят тоже более равномерный цвет. То есть он не смешивается где-то с синевой вашего глаза, где-то с более темным местом, где-то с фиолетовым. В общем-то тени на такого рода базе выглядят однородно. Существует разнообразное количество цветов баз. Это может быть абсолютно любые. То есть если, к примеру, вы хотите нанести золотой оттенок теней, но вот тени у вас не супер, там, качество какого-то хорошего. Если вы нанесете снизу золотой карандаш любого качества, в принципе, потом сверху нанесете опять-таки тени, которые тоже, может быть, не самого лучшего качества, вместе эти два продукта сработают намного лучше, чем каждый по отдельности. То есть создавая такую базу из карандаша, сверху тени будут ложиться лучше. Если немного говорить о принципах цветокоррекции, то если вы наносите базу белого оттенка и именно выбеливаете века, то вы этим добьетесь максимально чистого оттенка теней. То есть тени опять-таки не будут смешиваться с каким-то дополнительным пигментом, ни пигментом вашей кожи, ни пигментом какой-то другой цветной базы. То есть вот как они есть, вот какой цвет у них есть, вот настолько чистым он и перенесется на ваше веко. Если очень сильно разбелить века, может быть, еще тоже тени немножко разбавятся и будут более пастельными. Но чаще всего случается так, что цвета переносятся наиболее чисто, без смешивания. Если же вы напротив наносите черную базу или очень темную какую-то базу, то тени, естественно, смешиваясь с этой базой, получаются очень глубокими и насыщенными. И даже если вы возьмете ярко-зеленый цвет и нанесете его на черную базу, у вас получится очень глубокий такой вот дымчатый зеленый цвет. Это отличная техника для макияжа в стиле Smoky Eyes. То есть если у вас нет каких-то темных, дымчатых, таких красивых оттенков, все, что вам достаточно сделать, это даже какую-то кремовую подводку нанести на века, растушевать и сверху нанести любые даже яркие цвета. Они не будут яркими из-за того, что у вас такая темная база внизу. А если же вы хотите усилить просто эффект от теней, сделать их более насыщенными, сделать их более металлическими или наоборот какими-то более яркими, то здесь используйте базу такого же цвета, как ваши тени. Например, используя золотую базу, вы получаете более золотые, более металлические какие-то тени. Используя голубую базу, вы получите более насыщенный голубой оттенок. То есть вот по такому принципу это все работает. Вот в принципе и весь большой секрет этой темы. Надеюсь, что мы с вами уже окончательно разобрались и теперь не будем путать эти два продукта, потому что по сути они выполняют совершенно разные действия на наших глазах. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте палец вверх, подпишитесь на мой канал и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Сегодня я буду использовать вот такие вот уникальные по своей текстуре тени от Colourpop. Это оттенок лала и это просто безумно насыщенный оттенок бронзы. Потрясающе выглядит на глазах. Вот эта заправка работает с салатами, в которых есть либо куриное мясо, либо индюшинное мясо. Лично я именно конкретно этот тип заправки для мясных салатов больше всего люблю. Продолжение следует...